По заданию регионального министерства транспорта и автомобильных дорог начался электронный аукцион на заключение договора по строительству дороги Рязань-Ряжск-Александроневский-Донков-Ефремов, подъезд Фролова в Старожиловском и Рязанском районах Рязанской области. К торгам были допущены пять организаций, среди которых были фирмы ООО «Доллстрим», ООО «Импульс» и ООО «Платан». Практически с самого начала торгов и стартовала заранее подготовленная схема. От фирмы ООО «Доллстрим» поступило предложение о снижении цены договора на полпроцента. Следом цену начали снижать организации «Импульс» и «Платан». За три с половиной минуты две организации снизили цену контракта на 36%. В данном случае участниками была реализована так называемая схема «Таран», когда для победы заранее определенного участника торгов другие участники стремительно поочередно снижают цену договора до нереальности с экономической точки зрения. В результате чего у других добросовестных участников теряется интерес к участию в таких торгах. И победу одерживает компания, которая предложила цену наиболее близкую к начальной цене. Следствие такой тактики – это ограничение конкуренции и невозможность заказчиков эффективно расходовать денежные средства. Заказчик все заявки отклонил, так как их заведомо составили с нарушениями. Контракт заключили с организацией ООО «Доллстрим». В ходе проведения антимонопольного расследования было установлено, что данные компании и компания «Импульс» и компания «Платан» подавали свои заявки и ценовые предложения с использованием одного IP-адреса. И кроме того, данные компании никогда не осуществляли деятельность по строительству и ремонту автомобильных дорог. Их единственной целью было обеспечение гарантированной победы в данных торгах другому участнику сговора, то есть компании «Доллстрим». Проверка подтвердила взаимодействие всех участников между собой. В настоящий момент дело о нарушении возбудили в отношении всех трех организаций по пункту 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции. У сторон есть право обжаловать данное решение в установленном законном порядке. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город».